Каковы условия входа новых предприятий на рынок Москвы? Какие возможности для инвесторов предоставляет новая Москва? В чем преимущество промзон и как сделать выбор между Гринфилд и Браунфилд? Чем столичное правительство может помочь инвесторам? А также являются ли Москва и регионы России непримиримыми конкурентами за иностранные инвестиции? Об этом в рамках второго московского международного форума по иностранным инвестициям говорили участники пленарной сессии «Москва. Окно в Россию». Модератором дискуссии стал бывший вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и новый ректор бизнес-школы Сколково Андрей Шаронов. Существует представление, и оно довольно серьезное, большие люди живут в этом представлении, большое количество людей, что Москва – это антагонист всей остальной России, что если бы не Москва, то огромный поток иностранных инвестиций, которые находятся в Москве, приходится на Москву, двигался бы дальше и шел во всю остальную Россию к славе регионов, к славе России. Вот все-таки существует и другая точка зрения, которая состоит в том, что иностранные инвесторы не обязательно каждый свой доллар, евро или иену рассматривают с точки зрения альтернативы Москва или регионы России. Чаще всего они рассматривают ее как Россия, не Россия, и если они впервые приходят в Россию, то они смотрят наиболее удобные с точки зрения логистики, инвестиционных возможностей, затрат, близости рынка, квалифицированного персонала, точки на карте России. И очевидно, что одной из самых больших и понятных для них точек является Москва. Более того, если вы посмотрите дальше, то для многих Москва является плацдармом, и они пришли в регионы именно потому, что они пришли в Москву, поработали в Москве, получили и положительный, и отрицательный опыт, и готовы к тому, чтобы двигаться дальше. Об инвестиционных возможностях, которые предоставляет бизнесу «Новая Москва», та самая территория, которая еще недавно входила в состав Московской области, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин. В своей политике мы за последние два года пересмотрели подходы к градостроительному развитию, и в первую очередь считаем, что важной задачей – это заниматься полицентрическим развитием. Поэтому в новом проекте генплана, который мы сейчас разрабатываем, мы в первую очередь, конечно, видим развитие новой территории, то, о чем Андрей говорил, и мы уже сегодня на новой территории определили 12 основных точек роста. Сам факт присоединения региональных территорий к столице вызвал инвестиционный бум в «Новой Москве», рассказал заммэра. Из 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости, которые планируется построить в городе в 2013 году, около 1,5 миллионов квадратных метров будет сдано уже на новой территории. Но и Старая Москва продолжает расти. Что касается существующей территории в старых границах Москвы, на сегодняшний день, конечно, у нас самый большой потенциал – это промзоны. Всего у нас из промзон существующих мы запланировали реорганизовать полностью 4 тысячи гектаров, и могу сказать, что за прошедшие 9 месяцев мы приняли градостроительных решений на 1300 гектаров из 4. Что это значит? Это значит, что на этой территории уже четко понятно, какого функционала может быть построено 13 миллионов квадратных метров недвижимости различной. Причем на 4 миллиона квадратных метров уже выдано ГПЗУ. По сути, инвесторы могут получить решение строительства и начать строить. И по 10 примерно проектам уже началась стройка. Стремительные темпы развития не только градостроительной, но и всех остальных отраслей экономики, безусловно, имеют большое значение для иностранных инвесторов, принимающих решение, какой город станет для них точкой входа на российский рынок. Какие именно экономические показатели столицы могут заинтересовать зарубежный бизнес, рассказал руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Москва сегодня является, наверное, ведущим хабом Российской Федерации по привлечению иностранных инвестиций. И связано это не только с тем, что сам мегаполис по себе является одним из крупнейших в мире. И с точки зрения своего бюджета, который превышает 55 миллиардов долларов, и с точки зрения ВРП, который больше, чем ВРП Австрии. Все это делает Москву крайне привлекательным рынком. И, конечно же, крупнейшие компании, фонды прямых инвестиций, банки в первую очередь обращают внимание на этот рынок и стремятся разместить здесь свои штаб-квартиры. Поэтому Москва может похвастаться тем, что у нас сосредоточено более 90% штаб-квартир крупнейших мировых компаний, банков, фондов, представительств иностранных бирж. Все это создает предпосылки для того, чтобы обеспечить инвесторам доступ к любым фактически услугам. И сама статистика показывает, что Москва по-прежнему остается лидером в привлечении иностранных инвестиций. Вот статистика по первому полугодию 2013 года показала рост инвестиций. Москва по-прежнему удерживает лидерство. Это 62% от всех иностранных инвестиций, поступивших в Российскую Федерацию. Более 60 миллиардов долларов. Что крайне отрадно отметить, это структурное изменение качества инвестиций. У нас в несколько раз выросли прямые инвестиции. Составили за полгода только более 5 миллиардов долларов. Значительные перемены в структуре инвестиций, по словам Сергея Черемина, важны потому, что часто наши инвестиции носят характер скрытых реинвестиций, вывезенного из страны капитала. Теперь ситуация очевидно начинает меняться. Если посмотреть на их структуру, а именно географию стран, из которых производятся те или иные транзакции, то у нас, как правило, в прошлом году, по крайней мере, до дефолта Кипра лидировал Кипр, Люксембург, Нидерланды, Великобритания в лице своих офшорных зон. И только потом, уже на шестом, седьмом, восьмом месте находились традиционно крупные стратегические партнеры не только Москвы, но и Российской Федерации, такие страны, как Германия, Франция, Италия, США. Сейчас структура резко меняется. И отрадно заметить, что именно превалирование прямых инвестиций стало такой тенденцией, которая отображает, что меры, принимаемые не только Российской Федерацией, но и регионами, в том числе и правительством Москвы, дают свой результат. Работу правительства Москвы в сфере повышения качества и объема инвестиций условно можно разделить на три направления. Сергей Черемин рассказал о первостепенных задачах и первых результатах. Нам удалось создать механизм по централизации прихода инвесторов. В Москве, например, было создано агентство по привлечению инвестиций. Фактически, при Андрея Шаронова была создана такая межведомственная группа, которая отвечала за приход инвестиций. И мы достаточно активно начали взаимодействовать с мировым сообществом с точки зрения пиара и коммуникации с целевыми аудиториями. Потому что, например, наш опыт проведения первых роуд-шоу Москвы в прошлом и в этом году привлек настолько большое внимание иностранных инвесторов, что мы сами были поражены. И часто, например, рейтинги Москвы с точки зрения ее привлекательности для бизнеса, ее соответствия международным стандартам, стандартам международного финансового центра, они не отражали объективной реальности. Потому что отсутствовала просто обычная коммуникация. И даже сейчас, порой, когда мы запрашиваем те или иные департаменты по просьбе Всемирного банка, по просьбе рейтинговых агентств ту или иную информацию, коллеги достаточно настороженно относятся. А зачем такая информация? То есть вот эта политика толерантности, открытости, в том числе открытости с точки зрения введения электронных процедур, электронного правительства, она неизбежно повлечет с собой изменение общего бизнес-климата. И вот такое изменение бизнес-климата в Москве, мне кажется, будет экстраполироваться, в том числе и на изменение бизнес-климата в регионах. К слову, взаимоотношения Москвы и регионов министр столичного правительства не оценивает как непримиримую конкуренцию. Я думаю, что у нас реально win-win ситуация, потому что Москва не может предоставить тех же равных условий для развития бизнеса, как могут предоставить некоторые регионы Российской Федерации. В Москве крайне высокая стоимость жизни, высокая стоимость недвижимости, достаточно сложные условия для развития промышленности, которая не является хай-тековской, и высокая стоимость подключения инфраструктуры, достаточно сложные логистические проблемы. Поэтому все это выдавливает инвестиции из Москвы. Но это не значит, что Москва теряет свою инвестиционную привлекательность. И мне кажется, как раз-то синергия между регионами, в первую очередь с Московской областью, где есть возможности для размещения технологических площадок, свободных экономических зон, возможность размещения на новых территориях Москвы, она даст такую синергию, которая позволит органично инвестиции размещать не только в столице России, но и в том числе в регионах, в том числе и за пределами московской агломерации, ну что, собственно говоря, сегодня и происходит.